Рад, что победили. Спасибо футболистам, которые хорошо играли. Первая половина первого тайма скомканная. Не совсем то хотелось видеть. Недостаточно острое, недостаточно динамичное, плюс ошибки несвойственные. Но вопрос, почему это произошло, может быть, не до оценки, а может быть, это вопрос не каких-то эмоциональных ситуаций. Это, наверное, возможно, тут надо анализировать, смотреть. Может быть, эта ситуация как раз связана и с соперником, плотно, динамично, и в движении, и так далее, и так далее. Возможно, и соперник заставил такого рода допускать ошибки и потери. Рад, что вернулись и реализовали. Не реализовали, конечно, пенальцы досадно, но тем не менее, они все равно забили хорошую. Я думаю, что все довольны. Спасибо ребятам, спасибо за качество поля. Поле было замечательное и здорово. Всем спасибо. Спасибо за вопросы. Сергей Сергеевич, первая половина Городайма. Соперник не смог выдержать этот темп. Вы добавили, как произошло, что матч стал идти под вашу диктовку? Ну, мне сложно сейчас сказать. Понимаете, не хочется взялословно, мне не хочется выдумывать. Все-таки будет анализ матча, посмотрим матч, будет четкий ответ. Но, возможно, соперник, да, выдвигался, был плотен, добегал и так далее, и так далее. Возможно, кто-то слова определенной телены услышал. Возможно, опять же, я же говорю, что, может быть, это недооценка какая-то была. Хотя я не понимаю, какая может быть недооценка. Тут это чемпионат Беларуси, и тут все плюс-минус. У каждого могут очки товарить соответственно, но пока мне сложно сказать. Не хочу. А вы не только играете эффективно и красиво, но еще и, правда, эти голы отрабатываете на тренировках, или это решение спонтанное? Вы понимаете, отрабатывать на тренировках, может быть, не стоило бы отрабатывать на тренировках, но это импровизация ребят, они сами это решают. Себя радует, болельщиков радует. Это украшает. Еще вопрос, если позволите. Ваша команда играет, как вам показалось, замечательно. Важно ли для вас забывать медали в этом году? И чувствуется ли вы, что ваша команда, в числе лучших команд Беларуси, по игре так точно? По игре так точно? Спасибо. Но вопрос, опять же, о медали. Мне сложно сказать. Сложно сказать по той простой причине. Но я могу так сказать, что конкуренция с «Ухом», с «Динамо», с «Бате» это достаточно сложная конкуренция, говорить о том, что мы там отдавать медали. Больше, может быть, хотелось бы. Но объективным надо быть и объективным говорить о том, что нам сложно будет туда лезть, и сложно будет туда забраться. И, соответственно, хочется побеждать, хочется радовать болельщиков. А как там дальше сложится, это уже немножко долгая сторона. Спасибо большое. Еще вопрос. Иван Сергеевич, добрый вечер. Вопрос такого характера Ковалева долго не было. Собственно, тут уже ему, как ни крути, пришлось играть. Ваша субъективная оценка, как вообще после предположительной паузы вошел в руку и просто провел матч? Замечательно он провел матч. Буквально на первой минуте отразил опасный удар Барсукова, кажется. И, в целом, он провел его достаточно эффективно. Когда, скажем так, была вот эта вот первая двадцатиминутка несуразная, скажем так, не очень убедительная, не тушная суразная, не очень убедительная. Олег как раз эту ситуацию урегулировал, он ее, скажем так, реализовал, решил, чтобы, в общем-то, изменили темп, изменили ситуацию и вязали все в свои руки. И скажу то, что он очень здорово провел матч, где надо – вышел, где надо – не вышел. И он большой молодец. Спасибо. Андрей Славья, скажем так, после не реализованного пенальти, вы не меняли специально намеренно, чтобы все-таки Андрей поставил такую, скажем так, психологическую точку? То есть на это был расчет? Или просто уже намеренно давали ему доиграть всю игру и просто, там, после забитого гола провели? Плановых замен относительно Славья не было. Вот, соответственно, давать ему возможность играть, чтобы он забил, не забил гол, но это гадание на кофейные лучи, скажем так. А почему поменяли? Ну, потому что назрела ситуация, то, что надо было поменять, и надо было любого игрока – это либо ситуация зреет, либо она плановая, и, соответственно, оно поменяли, потому что Царенко выходил. Вот и все. Я рад, что парень дебютировал, пускай не продолжительное время, но все равно он дебютировал, вышел на центральный, вышел в победный матч, и я думаю, что ему это надолго запомнилось. Это также, в общем-то, стоит только поздравить. Спасибо большое. Спасибо большое.